Каучех с шастицей мощи у святого Пантеляймона сустрелись сегодня у Гомельским свято-петропавловским кафедральным собором. Тяжко переоценить значность этой подеи не только для всей православной епархии, но и для христианского света Беларуси. Шастицей отсюда дейных мощи у святого передаде на Гомельскому храму на постоянное заховывание. Наталья Капрыленко с подробностями. В 350 году у мощи одного из самых знакомитых великомучеников не покидали стен кафедрального собору города Джерачи у Италии. У першиню перевести святыню походились и в минулом годе. Минавито у Гомельский свято-петропавловский собор. Тады до крануца до яе пришли тысячи верников. И в оселяте у День памяти святого отбылась агисторичная падея. З итальянской церкви, каучех с мощами, приехал на постоянное заховывание. Мы сегодня с вами еще не осознаем, что нашими руками делается история государства и православной церкви на Беларуси. Дело в том, что получить святыню, которая бы постоянно находилась в том или ином городе или соборе, это было всегда величайшим событием для всего государства. И такая святыня, как часть мощей святого великомученика Пантелеймона остается в Белоруссии, означает для нас, что святой великомученик Пантелеймон сегодняшнего дня является нашим покровителем, нашим молитвенником для нашей многострадальной Чернобыльской земли. Дар христианской реликвии от католитского храма православному – знак братерства и одинства у веры, подкресливают гости. Наши культуры были хисторично поделены, але святыни у нас агульные. Итальянские гости поназирали за литургию у соборы. Епископ Али возвернулся так само с промовой до Гомельчан. И он отзначил, что для шматпакутных гомельской земли это допомога в молитвах вернику об вылечении. Для меня это была большая радость привести частицу мощей. Мне даже сложно объяснить, насколько это важно для сближения. Для меня это волнительно. Это очень важный знак. Итальянские гости застанутся на Гомельчине еще до конца тыдня. Епископы и его сопроводжающие наведуют вядомые гисторичные мястины и святыни Гомельчины. Так само 11-го жнивня примут удел у литургии, присвеченной памяти Манефе Гомельской.